Спустя две минуты раздался мощнейший взрыв. Наша съемочная группа в это время работала на пресс-конференции с участием итальянских инвесторов. Слово как раз взял руководитель зарубежной делегации. Земля задрожала. В зданиях посыпались стекла, обрушились потолки. Горожане в панике бросились на улицу из офисов и домов. По некоторым данным, вслед за первым взрывом были слышны еще несколько послабее. Я была в церкви стояла на службе. Ну, как будто какое-то свечение прошло, как с Кирова, и солнце светило. И солнце пролетело. Вернее, я не видела, что пролетело. В церкви сказали, ой, ангел прилетел. У перепуганных горожан были и другие предположения. Начавшийся-таки конец света, ядерный взрыв, авиакатастрофа и даже нападение инопланетян. Убегали в панике, думали, ну лотом или что. Через несколько минут перестали работать мобильные телефоны. Люди не могли дозвониться родным. Тем временем в челябинских школах и вузах срочно отменили занятия и эвакуировали учащихся. Когда я убегал из аудитории, я видел людей, у которых была на лицах кровь. В момент взрыва находился возле окна, посекло стекло. Осколками оказались засыпаны жилые дома, магазины и офисы. Сильно пострадал легкоатлетический манеж. А на цинковом заводе ударной волной разрушила часть стены складского здания. По данным пресс-службы, экологической опасности нет, рабочие не пострадали. Зато досталось случайному автомобилисту. Все потемнело кругом, все от и до, ничего не стало видно. Потом гляжусь, все это осколки, провода полетели, все это полетели. Мою машину покорежило, все бока осколками. Я думал, все, конец мне. А в этом детсаду в Металлургическом районе вышибло 9 окон. Их спешно забили фанерой, чтобы здание не промерзло. Некоторых детей забрали встревоженные родители, а остальных из коридора развели обратно по группам. Все везде просмотрели, что ни газовой атаки, ни запаха никакого не было. Стали детей успокаивать, потому что они были сильно напуганы. В экстренные службы и травмпункты в первые несколько часов обратились сотни горожан с порезами и ушибами. В больницах отменили плановые операции и усилили бригады травматологов. Ну, сколько народу вы видите сами? То есть мы приняли уже, наверное, человек около 60-70, полный коридор. Люди от самых маленьких детей и до пенсионного возраста. По последним данным, в области пострадали около 800 человек, из них более 700 – жители Челябинска. Именно наш город принял на себя основной удар с небес. КОНЕЦ ФИЛЬМА Продолжение следует...